Лучше получили признание в Театре оперы и балета прошла пятая церемония награждения. Каждый год общественную премию вручают за вклад в развитие всех сфер жизни Челябинска. Кто и чем отличился на этот раз? Подробности у Евгении Скрозниковой. Премия признания это что-то вроде местного Оскара. Красная дорожка, знаменитые персоны, статуэтки. Правда, вручают их не только актерам. Журналисты, спортсмены, учителя, медики. В этом конкурсе участвуют все. Вот только побеждают лучшие. Лучшие в своем деле. В этом году среди лауреатов спасатели. Они первыми приходят на помощь и помогают выбраться из непростых ситуаций. Причем не только людям. Животные были разные и дикие. Не так давно это было. То есть много разных. Все случаи неординарные. Да, приходится работать с животными. Имена победителей неизвестны широкой публике. Но именно их работа делает жизнь горожан лучше. Одни развивают образование, другие науку. Третий строит уникальные объекты. В премии признания 16 номинаций. Каждая затрагивает какую-либо сферу жизни мегаполиса. С достижения в определенной отрасли награждают компании и отдельных челябинцев. Людмила Грибанова заведующая необычным детским садом. В числе ее воспитанников дети с тяжелыми заболеваниями. ДЦП, поражение центральной нервной системы. Воспитатели помогают малышам развиваться и готовят к школе. О своем педагогическом опыте руководитель учреждений рассказывала на всемирной конференции ЮНЕСКО. Челябинская область делилась со 150 странами о своем опыте. Хоть у нас детки имеют проблемы, но мы пытаемся их подготовить к жизни насколько можем. В этот раз претендентов на победу было около 100, но финал прошло только 16. Председатель оргкомитета премии признается, достойных было много, но увеличивать количество наград не стали. И вовсе не потому, что жалко. Нельзя обесценивать премию. И на самом деле достойных людей очень много. Те люди, которые видят, и те, которые сегодня награждены, мы все понимаем, на кого нужно равняться. Врачу 8-й групп больницы раньше не приходилось выходить на сцену и давать интервью. Для него привычнее спасать жизни людей. Александр Широкарят около 20 лет руководит отделением хирургии. Внедряет новые методы лечения, за что и был отмечен общественной наградой. После церемонии Александр признался, выступать на публике оказалось страшнее, чем делать операцию. Мне гораздо проще быть в операционной с утра до вечера, чем общаться, например, где-то на публике, на сцене. Зато победители в номинации журналистика говорить любят. Каждый день они рассказывают о том, что происходит на Южном Урале. Лучшим средством массовой информации в этом году была признана компания «Медиа-центр». В ее составе несколько радиостанций и 31-й канал. Хотел бы поблагодарить руководство города и особенно общественность Черябинска. Если учесть, что все эти годы мы только и пытались вас раздражать, то получить сегодня премию очень приятно. Если серьезно, хотел бы поблагодарить от себя лично всех, кто когда-либо работал на 31-м канале. В этом признании есть и ваша заслуга. В особенности поблагодарить ту команду, которая работает сейчас. Всем победителям позолочены статуэтки и фирменный нагрудный знак. Конвертов с денежными премиями здесь не раздают. В этом конкурсе главная награда – благодарность от всего города. В качестве еще одного нематериального подарка – выступление звезды Наташи Королевой. Друг без друга не сможем обойтись. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok